Доброе утро, мои хорошие! Сейчас раннее утро, я вам себя еще не покажу, потому что я еще не в презентабельном виде. Но мой розовый букет имел очень большой успех, и мне заказали еще один такой же букетик. Поэтому пока мои еще просыпаются, приходят в себя, я сижу и делаю заготовки. Естественно, он будет немножко другим, потому как ткани я беру, как я вам говорила, уже не метражом, но вот эту ткань я брала метражом, потому как я ее брала здесь у нас в магазине. А вот такие вот кусочки я заказываю на Алиэкспресс, и они идут маленькие. Естественно, букеты вроде как я делаю одинаковые, но они постоянно получаются разные, потому как ткань разная используется. Вот смотрите, рамочку, которую мы вчера купили, она такая прикольная. Ну, не знаю, я, конечно, понимаю, что тратиться на сувениры глупо, наверное, с одной стороны, это деньги. Вот, но с другой стороны, это же память. И вот мы побывали там, приехали домой. Анька, посмотрите, перепуганная такая. Это мы стреляли там по всяким паучкам. В общем, ну, классно было. Мы повеселились, конечно. Пацаны такие все у захватив. Качество фотографии, конечно, не очень, но зато впечатления, эмоции были суперовые. У меня там спрашивали, сама ли я шью. Да, в принципе, сама, но вот с помощниками. Пришла, залезла ко мне на руки и говорит, мама, я буду с тобой. И как мама строчить будет? Вот так. Вот так будет, да? Да. А ты маме помогаешь тюльпанчики набивать? Да. Помогаешь, конечно, пальчиком, да, туда засовываешь, все. Мы так и моторику развиваем, да? Ага. Ты не знаешь, что такое моторика, главное, что мама знает. Нравится тебе тюльпанчики с мамой делать? Да. Сейчас я упаду. Упадешь, конечно, потому что ты сидишь на краюшке. Давай, иди погуляйся, а мама закончит. Хорошо? Ага. И потом пойдем с бабушкой созваниваться. Ладно? Нет. Да. Вот пришел мамин второй помощник. Он принес письмо. Так. Это я сам съел. Да. Это вот он своей подружке Зои. Марку, видите, приклеил. Вложил туда рисунок. Вот. Это Зои. Зои. Только З тоже в другую сторону пишется. Сотрешь. Это Ц. Ну да, только в другую сторону. Вы еще не учили эту букву. Это И, Ц и З. З и Ц, да. Вот здесь получается. Ты помнил? Понял? В эту сторону надо будет. Кирилл написал. Правильно. Завтра поедет вместе с папой завозить Аню. У него там подружка живет, это, рядышком с садиком. Да. И положит в почтовый ящик. Да. Попросил у меня вот такую красивую прищепочку. Ну, что поделаем. Я знаю, что это нельзя туда... Да, это будет очень тяжело. У нас на обед сегодня будут оладьи из цукини. Все очень просто. Я их делаю без яйца, естественно. Так. Цукини, приправы. У меня было пару ложек сметаны. И оливковое масло. Ну, мука, естественно, да. Вот сколько у меня получилось. Много. Много-много будет. Ну, и жарю тоже на оливковом масле. Посмотрим, как получится. Вот такие у нас получились оладушки из кабачков. Они получились у меня большие. Я не экономила. Делала они маленькие. Потому что у меня дети едят ровно один оладушек. Да? Они считают, что больше одного оладушка это много. Поэтому вот пока есть один оладушек, они едят. Аня так мажет сметанкой оладьи. Но получились вкусные. Правда, Кирилл? Угу. Вкусные? Ну и хорошие. А главное, полезные. Да. Доченьку приспала. Теперь пора и немецким маме позаниматься. Пошила листики, головки, палочки. Все. Готова к сборке. Смотрите, какие воздушные шары. Три штуки. Что-то упало у нас. В доме. Я так быстро убирала все с подоконника, чтобы успеть заснять шары. Класс. Боже, какие они красивые. А вы слышали историю, как у нас в Германии тут один шар зацепился за линию электропередач? Ну, благо, всех спасли. Шесть человек там было. Спасли всех. Сделали уроки, поужинали. И теперь у нас веселый вечер. Да, Кирилл? Я все уроки сделал. Молодец. Еще и дополнительные сделал. Вот Анюта нас тоже тут рисует. Ах, жизнь моя жестянка. Что такое? Рука не влазит? Нет, это правая, это левая перчатка. А, ты пытаешься правую руку в левую перчатку засунуть? Я засунул. Я просто правую перчатку прорвал и выкинул. Что, закончились перчатки? Нет, ну та порвалась, я ее выкинул. А новых нет? Есть, но надо что-то использовать. У меня одна только нужна. Ух ты какой! Экономный. Заботишься об окружающей среде? Нет, мы просто лень, как перчатка. А мы как раз сейчас на немецком проходим тему охраны окружающей среды. Нас учат экономить. Так, ну а что, уже по курсу начался? Ты же говорила с 17-го. Нет, этот курс начнется с 17-го. Это тема просто. Забота об окружающей среде. Ну да. Обязательно мусор сортировать. Не пользоваться пластиковыми пакетами. Выключать штекеры из розетки. Потому что, мол, приборы, даже когда они не используются, они все равно потребляют электроэнергию. Вот. Зимой одеваться потеплее в квартире, чтобы меньше теплоты расходовать. Чаще пользоваться велосипедами. Вот. Покупать продукты местного производителя. Потому как тогда меньше транспортных расходов, в общем, туда ложится. Меньше машины ездят. Это все не из экономии, да? Это все от заботы об окружающей среде. Ну, конечно. Окей. Организовывать субботники. Выходить и убирать мусор. Садить деревья тоже. Ну как, не самим, если тебе взбредется в голову, деревья садить. А вот специально есть организация, где ты можешь пойти и добровольно, мол, помочь высаживать, ну, в общем, озеленять город. Я вот с такой вот съездил. Да. Ну, это надо знать, куда ехать. И где подписываться под этим. Да. Да. И вообще, покупать продукты без упаковок. Вот так вот. Ну, это, конечно, сложно. Допустим, да, там, купить тоже мясо или молоко. Это надо только на рынке покупать со своей упаковкой. Я не видел молока на рынке здесь. Нет. На воскресном рынке и в фильтре я не видел. Вот этот, который у нас по пятницам, приезжает бочка с молочкой. Да? Да. Я не видел. Там специальный такой варечек приезжает, и там можно купить молоко в бутыль. Я не видел. Ну, не только молоко, там, что, всякую молочку. Нет, я конкретно про молоко. Я не упакованного молока, я тут не видел. Ну? А как не упакованного молока? Ну, единственное, что я видел молоко здесь в стеклянке. Ну, молоко в бидоне. Я видел в стеклянной бутылке с железной крышечкой такой закручивающейся. Это, вон, самая такая непластиковая упаковка, которую я здесь видел. Ну, мой йогурт когда-то помнишь, что мы брали тоже такой литровая стеклянная бутылка? В биомагазине мы брали. Примерно в такой. Анечка, какой у тебя красивый рисунок получается. Умничка. Он меня сотребляет. Да? Сотребляет. А у тебя что-то все красное. Ты решил ценить? Ну, понятно, понятно. Варежка. А ушки ты потом поверх будешь зайчуку перекрашивать? Они будут красными? Нет. Он спрятал ушки в варежку, он же сказал. Да, потому что они замерзли. Замерзли. А там греет ушки, оказывается. Вечер подошел к концу. Я немножко посидела, повязала. Довязываю тельцы. Наполнитель мой закончился. Должен приехать 10-11 числа. Тогда я заказы закончу. И набью тельцы лисы. Я думаю, к этому времени, может, я уже ее и закончу. Посмотрим, как получится. Вот. Сейчас скупаться. Возможно, еще влог смонтирую. И спать, отдыхать. Что-то сегодня понедельник у меня был тяжелый. Все. На этом всем спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»